Ну, деятельность кабинета в целом, она, ну, тянет, пожалуй, на троечку. Сегодня, если в совокупности все взять, то на троечку. И вот, кстати, с чего мы начали, это первый вопрос по сруколу. Меня тоже, как бы, немножко, вы знаете, не вдохновило, когда он, комментируя свою отставку, мол, типа, ну что ж, в чем проблема-то? Мы же ведь отчет этот сдавали вовремя, причем полновесный отчет. То есть отчет не всегда является равен по эквиваленту проделанной работе. Отчет может быть красивый. На самом деле мы видим, что по многим вопросам перед президентом идет отчет, что все хорошо на бумаге, по факту все плохо. То есть разучились, видимо, работать. Видимо, нужна какая-то подстежка, видимо, нужна какая-то дисциплинарная составляющая. Но кабинет министров работает даже не то, что в полсилы, а в треть силы. Значит, я думаю, что здесь год, ну, не дал тех успехов, того, как бы, ожидания не оправдал, когда формировался новый, по сути, из новых людей, из новых лиц кабинет министров. То есть вы знаете, обычно как? Запускаешь нового человека, нового бегунка, у которого еще полно сил и энергии, и вот он бежит, как легкоатлет, допустим, на дистанцию. Вот он вышел, еще свежий, новый, незаморенный, там уже 40-километровым пробегом. То есть и он бежит, он бежит быстро, мощно, эффективно. Значит, здесь мы тоже ожидали такого же эффекта, что новые люди будут работать и днем, и ночью. В кабинете у премьера и у всех членов, значит, кабинета министров будет свет гореть с 8 утра и до 23 вечера. Так сказать, работать должны. Ну, вот как бы оставляя желать лучшего их, вот это вот какая-то вялость. То есть если бы, уверен, были бы члены ЛДПР, членами правительства, мы бы сделали все гораздо быстрее, эффективнее, ну и, наверное, справедливее.